Всем доброго времени суток! Ребят, сегодня хочу рассказать о китайском электросамокате, который был приобретен месяц назад с Китая. За этот месяц эксплуатации претензий к нему не было практически. Одна претензия была, это сгоревший диод в передней фаре. Как оказалось, этот диод не имел радиатора охлаждения и он со временем перегорал. Вообще эти диоды очень яркие и для них нужен радиатор. Был установлен фару радиатор, который охлаждает диод и диод поставил на 3 ватта, стоял на 1 ватт. Основная претензия была к сборке его, потому что китайцы, народ интересный, жадный. Вот пришлось полностью самокат разобрать, смазать подшипнички в колесе. Два подшипничка стоит, вилки два подшипничка стоит. Их смазать. Установить резинку, потому как поверхность металлическая и довольно таки скользкая. Резинка у меня шершавая. Снизу резину приклеить, как защиту, чтобы не царапать ничего, не обдирать поддон. Далее сделал вот здесь тоже защиту, но это уже металлическая защита. Она защищает тросик тормоза, с другой стороны провода, электроколеса и задней фары. Тоже защищает эта защита. Так, дальше, что мы сделали еще? Контроллер. Провода все термокембриком усадил, потому как тоже особо все в куче было, непонятно. И закрепил батарею. Батарея болталась на кочках, она там просто лежала внутри. Вот дальше, что было сделано еще по нему? Ну, это уже как, так скажем, тенячки. Тросик. Сумочка эта не родная, эта сумочка придумана самим. Вот, для телефона, для зарядника, ну, для всякой мелочи. Так, идем дальше, что у нас есть? У нас есть дисплейчик, показывает заряд аккумулятора. У нас есть фара, довольно таки светит неплохо. У нас есть сигнал и три скорости и, так скажем, дроссель. Вот, сзади габарит и стоп. Сейчас покажем. Стоп. Так, по подвеске. В сиденье стоит вот здесь амортизатор и спереди два амортизатора. Амортизаторы эти регулируются, амортизаторы, ну, методом стяжки пружин. Чем больше стягиваешь, тем жестче становится. Так, что у нас полностью складной. И руль складывается, и здесь руль складывается, сиденье здесь складывается и полностью ложится. Весит он 19 килограмм. Батарея стоит 8 ампер часов. Мотор 250 или 350 ватт. Честно сказать, даже не скажу. В дальнейшем планируется... Ну, не в дальнейшем. Сейчас дождемся с Китая. Заказал поставить на него спидометр с адонометром, чтобы пробег показывал, скорость показывал. Поставить сигнализацию на него. Сигнализация будет установлена прямо внутри вот этой трубы сиденья. Вот, потому как здесь откидывается. Сигнализация разберется. Она довольно-таки компактная. И спрячется вовнутрь трубы. Чтобы ее не было видно. Вот. Сигнализация будет с пультиком. Будет установлен еще держатель для фонарика. Компактный фонарик будет тоже заряжаться от розетки. Потому как один раз ночью у меня фара перегорела и я ехал на ощупь. А у нас дороги сами знаете какие. На нем с такими маленькими колесиками ворык упадешь и все. Потом кости свои собирать будешь. Вот. Переднее колесико накачивается. Заднее колесо полностью резиновое. Покрышка. Или колесо-покрышка. Что дальше? По высоте руль регулируется. Сиденье по высоте регулируется. Наклеечки. Ну, я как бы любитель марки Хонда. Вот. Наклеечки это уже я наклеил. Вот это была наклейка. Правда, в интернете про эту фирму я ничего не найду. Честно сказать, очень доволен этой техникой. И стоила она не очень дорого. Это в принципе. И компактная. Максимальная скорость у него 30 км в час по ровной дороге. Пробег на одной зарядке при 100 кг тоже 30 км в час. Ну, заявлено по паспорту. Ну, смело 20 я на нем проезжал. Аккумулятор еще не сел до конца. Я думаю, 30 он протянет. Ну, вот, ребят. Вот такое вот чудо китайского производства. Комплектующие довольно-таки очень крепкие. Все сделано аккуратненько. Сборка хромавая. Везде швы. Все довольно-таки красивое. Никакого ничего нету. Краска порошковая на нем. Ну, вот такие вот дела. Всем удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.